В течение этой недели я очень внимательно общался с Богом, имел общение с людьми. И я четко понял, что мне нужно будет сделать некий такой шаг, перед тем, как я закончу следующую субботу этот цикл, показать нечто, что происходит в его присутствии. На самом деле каждый из нас хочет видеть или переживать нечто, и мы к этому спешим, мы к этому торопимся, мы к этому бежим. То, что мы называем Божье присутствие. Многие люди по этому говорят, многие люди к этому стремятся, многие хотят пережить, но все-таки, что происходит в Божьем присутствии. Эту тему я не подготовил для того, чтобы приготовить всех нас к некому отношению с Богом. Я весьма осведомлен тем, что Бог, Он вездесущий. Он везде, правда? Он вездесущий. Я весьма с этим согласен и осведомлен в этом. Что Он избрал нас местом, где Он хочет пребывать, потому что мы храм Духа Святого и Божий Духом присутствует внутри нас. Я весьма понимаю, что наши отношения, они особенные с Богом, у нас есть отношения с Ним, но все-таки есть то место, где Божий народ, уже тысячами лет, собираясь вместе, переживает Его присутствие. У Бога есть какой-то принцип. Принцип раскрыть и открыть себя народу в тот момент, когда они собирались вместе. Есть индивидуальные позиции, где мы переживаем Бога, где мы читаем, где Бог к нам прикасается. Мы плачем, переживаем, просим. Но в Писании мы видим, что Бог собирает Свой народ и проявляет Себя Своему народу. Уже в течение сотни лет, тысячи лет, наши праотцы собираются так называемым общением, общинам. Вот здесь люди, которые представляют общину. И Бог хочет явить свое могущество. Критически важно понимать, очень важно понимать, что происходит в тот момент, когда мы входим в Его присутствие. Не Он приходит к нам. Есть разница. Об этом я хочу донести вам откровение. Что для меня важно, я хотел бы больше, когда ты приходишь в то место собрания, и понимать, что Он уже здесь. Вместо того, чтобы себя раскручивать и говорить, приди, яви себя, прикоснись. Знаете, таким моментом, я на самом деле хочу, чтобы Его обитание, то есть Его присутствие было здесь. Вместо того, чтобы ожидать, что Он придет. Вот момент этот. Мы откроем вместе с вами Исаию, но перед тем, как мы откроем Исаию, 6 глава, хочу прочитать из Псалмов. 15-й Псалом. 11-й стих. Там написано. Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радости перед тобой. Блаженство в деснице твоей вовек. Деяния апостолов 3.20. Придут времена отрады от лица Господа. Не просто придет дни отрады от Господа, а от лица. Если хотим быть лицо Его, то нужно быть в Его присутствии. Другими словами, придет времена отрады в Его присутствии. Важно это. Как хочется сегодня всем нам иметь времена отрады? Кому хочется? Мне хочется. Времена радости, обновления. Мы ищем это. И все-таки есть некое откровение, что происходит тогда, когда Он открывает свое присутствие. Не только то, что мы хотим видеть, услышите. Мы хотим сказать, вот там было такое присутствие Бога, там люди исцелялись, бесы изгонялись и все такое. Это хорошо. Это последствия чего-то. Но хочу показать, что на самом деле происходит. И для меня это не просто откровение. Я рад был, что Господь начал открывать мне это. Потому что это неописуемое состояние, которое я желаю каждому из вас. Исайя 6 глава, 1 стих. И ниже. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Края риз его наполнил весь храм. Другими словами, Исайя был в храме, о том, о чем Александр говорил, в том месте, где была минора, где был елей, где было вот это присутствие Бога. Но вдруг в один момент Исайя видит больше, чем минора, больше, чем хвала и поклонение, больше, чем песни, больше, чем те служители, которые были в храме. Он видит Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стоялись серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывали каждое лицо свое. Двумя закрывали ноги свои. И двумя летали. И взывали они друг к другу. Слышите? Они не говорили просто Богу свят. Они кричали друг к другу. Это равносильно, что эта сторона зала и другая сторона станут друг против друга и начинать, поднимая руки, будут кричать. Свят, 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 Господь Савалов. И вся земля полна его славы. И поколебались вверх и врат от глаз восклицающих. И дом наполнился курением. Это не то, что они накурились. И вдруг Исаия старала в видении оказаться. А пришло в движение и фимиам благовония, присутствие. То есть понимаешь что-то особенное. И я хожу так, что каждый из вас смог переживать это. Я несколько раз в жизни своей переживал во время хвалы и поклонения, когда Господь прикасался ко мне. Я потом спрашивал людей, ты чувствуешь запах? Какой-то особенный запах ароматов присутствия Бога. То есть ты понимаешь, что это не просто кто-то там Шанель подушился или там что-то Армания и другие вещи. Ты понимаешь, что это связано с благовониями, с тем же елеем, с теми травами. И вот это присутствие Бога ты явно переживаешь. Я продолжу потом читать в течение моей проповеди, но важно понимать то, что когда Исаия входит в храм, в его присутствие, в Божье присутствие, мгновенно его глаза открывает, духовные глаза. Я не знаю, может быть Исаия видел естественно вживую то, что происходило, физическое присутствие Божие. Это не так важно для меня, но этот опыт Исаии показывает то, что каждый из нас, ищущим Бога, мы можем пережить Его присутствие. Но в Его присутствие, когда мы входим, мы переживаем нечто, наши духовные глаза открываются. Писание говорит, глаза сердца моего. Вот глаза моего сердца, они должны быть открыты. И это откровение должно прийти к каждому из нас, что в Его присутствии мы открываем наши сердечные глаза и переживаем Бога. Это ощущение многие из нас пережили. Нельзя сказать, что мы далеки от того, что такое присутствие Божьего, что такое Господь, что такое Его рука, исцеление, освобождение. Мы пережили. Когда мы входили, или мы до сих пор входим в Его присутствие, в этот момент начинается что-то особенное. Ты начинаешь видеть то, что не видел раньше. Буквально, ты ехал на собрание, ехал на служение, либо в другие места, там молитвы. Вдруг ты в этот момент, в Его присутствии, от тебя открыты глаза, ты начинаешь понимать больше, чем ты понимал до этого. Ты начинаешь иметь слово откровение. Что в ситуации, в которой ты находишься, эти ситуации могут быть избегаемы тобою или побеждены Богом. Что то, что происходит в твоей семье, вдруг открываются твои глаза, и ты понимаешь, что только с Богом можно победить эти ситуации. В этот момент Его присутствуют, и глаза открываются, и ты понимаешь, что в ситуации, в которые ты попал, они решаемы. Мы называем это еще парацин, да, это прорыв. Вдруг в его присутствии понимаешь, что, эй, еще немножко, еще не чуть-чуть, и ты прорвешь эту ситуацию. Потому что Он есть Бог прорыва, парацин. Это откровение, которое мы должны понимать внутри себя. И вот три вещи, которые открываются нам, то, что мы должны видеть, Его присутствие. Первое. Мы видим, насколько велик Господь. Когда мы входим в Его присутствие, и Он открывается нам, мы видим, насколько велик Бог. Смотрите, Исайя начинает писать вот это откровение величия Божьего и то, что происходило с ним в храме. Начинается слово «в год смерти царя Озии». Вопрос, почему? Оставить просто момент, когда Озия умер, или когда он получил это откровение, да, может быть. Но для меня, например, оно открывается немножко побольше. Потому что нужно понимать, что царь Озия – это был своего рода реформист своего времени. Хотя мы, каждый из нас, мы читали Библию, Танах, мы понимаем, что Озия, его последние дни жизни, они не были такие, ну, как бы сказать, святые. И что его порог, или же его такой бунт привел его к тому, к чему он оказался весь в проказе. И мы забываем все то хорошее, что сделал Озия, перечеркиваем. Потому что мы понимаем, что то, что он сделал в конце, это как бы перечеркивает все, что он хорошее сделал. Но слушайте, он был особенным человеком, который сделал реформацию в Израиле. Царствовать 52 года, царствовать – это было довольно серьезно. Написано, и Господь был с ним. Но в этот момент, когда Озия передал свое царство своему сыну, потому что прокаженным царем он не мог царствовать в Израиле. Ему нужно было еще в дни жизни своей, во время своей проказы, передать царство своему сыну. И вот эта передача сыну, наверное, и сыграла какую-то возможную реакцию Исаии, когда Озия умер. Потому что, зная всю реформацию, что сделал Озия, Исаия не знал, что будет дальше. Ему нужен был Бог. Ему нужен был ответ от Господа. Потому что царь Озия был сильным, величественным. Изменения перешли. Что дальше будет? Что будет в жизни Израиля? Пойдут ли перемены? Я вам расскажу, почему Исаия так думал. Потому что написано. Второй прополаминон, 27 глава, второй стих. «И делал он угодное». То есть, сын Озии делал угодного отчая Господних точно так, как делал Озия, отец его. Только он не ходил в храм. Слышите? Он не ходил в храм. И дальше, что написано? И народ продолжал еще грешить. Все хорошо. Все перемены отца. Все хорошо. Все классно. Но в храм я не буду ходить. Замечали таких людей? А? Все хорошо. Я спасенный человек, я верю в Господа, я не грешу, как бы там все. Но в храм или в собрание верующих я не буду ходить. И Исаия мгновенно почувствовал, что здесь есть опасность. Что дальше будет? Что будет с нашим царством? Что будет с сослужением? Что будет с собранием верующих? Будем говорить так. С храмом, с переменами, которые происходили. Весь народ знал о реформации. Но Исаии нужно было откровение. И Бог является в его славе. Он мог сказать, давайте вот посмотри. Я царь всех царей, превознесенным на троне. И меня окружает вся слава, которую ты видишь. Поэтому не беспокойся, Исаия. Что там в жизни твоей происходит? Ты ищешь и думаешь, что будет дальше происходить у тебя, в твоем служении, в твоем пророчестве. И он говорит, уведь мою славу. Слава твоего царя, слава твоего царства, в котором ты живешь, земного, она хорошая, она прекрасная. Но ты должен быть укреплен в Господе. Ты должен увидеть мою славу. Так бывает у нас. И знаете, Озия был не просто еще человек. Я думаю, что Озия придумал катапульт. Хотя вы можете гуглить сразу. Те, кто на интернете смотрится, сразу пойти на интернет, посмотреть, кто на самом деле сделал катапульт. Но скажу так, мне все равно, кто катапульт сделал. Но я вижу здесь в Писании, что написано. Смотрите, несколько главой выше мы видим следующее. И изготовил для них Озия для всего войска щиты, копия, шлемы и латы, и лук, и прощепные камни. И сделал он в Иерусалиме искусственные придуманные машины, что они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался сильным. Он сделался сильным. Имя его далеко расширилось. И, знаете, когда приходит слава, когда приходит могущество, когда приходит состояние, вау, посмотри, что я смог сделать. Эти прекрасные машины, которые метают камни и стрелы. Я снарядил свою армию. Мое имя величественно велико. Туда приходит еще одна часть. Такое дерзновение. Знаете, какое дерзновение приходит? Понятие, что с тобой Бог. Все преуспевание, все, что происходит в твоей жизни, потому что ты делал все, как Господь тебя просил, ты искал Господа, все делал. И приходит состояние, что все, что ты дальше будешь делать, будет угодно Господу. Озия дерзнул это настолько, что в своей гордости, в своем надмении он приходит в храм и берется за то действия, которые ему нельзя было делать. Разозлившись на священников, он хватается за кадила, чтобы кадить перед жертвенником, что не должно было происходить. Священник и царь не мог делать одну и ту же работу. Священники должны были делать священнодействие, и царь должен был царствовать. Он не мог совместить эти две работы, но он в своем дерзновении, в своем превозношении, в своей гордости хватается за кадила, и Бог поражает его. Поражает полностью болезнью. Он стал прокаженным. Эта история очень тяжелая, потому что, я же говорил, его отделили. Будучи живым царем, ему нужно было передать царство. Этот поступок, дерзкий поступок, то, что он не должен был делать, отделило его от общения с народом, от общения с семьей, от управления царством. И самое, может быть, неприятное, это посещение храма. То, за что он ратовал, то, что он хотел, он хотел бы, знаете, сделать что-то хорошее, но не по правилам. Если у Бога правило, которое ты не можешь пересечь, не нужно делать дерзкие вещи, когда ты думаешь, что тебе садится с рук, потому что до этого дня тебе Бог помогал во всем. Ты превознесся, ты стал великим. И в этот момент он был отделен. Исайя же, переживая все это, он искал Бога, и получая откровение Его в могуществе, величии, он понимает, что только с Богом можно продолжать дальше жить. Господь желает с нами встречи, он хочет. Исход 25, 22 говорит, там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой. Посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что они будут заповедовать через тебя, сынам Израилем. Он говорит, я буду с тобой общаться, Бог хочет с нами общаться. Он хочет, чтобы мы приходили в Его присутствие, и там Он хочет с нами общаться. Послание к евреям, 10, 22. Не будем же оставлять собрание свое, какое есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга. В тем более, чем более усматривается приближение дня Онного. Секунду, какого дня здесь написано? Онного, это имеется в виду Его пришествие? Или же дня, который мы назначили для собрания? Смотрите, не будем оставлять собрание, сколько есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваем приближение дня Онного. Когда мы усматриваем, что Он этот день приближается, давайте приглашать друг друга на собрание. Зачем? Потому что Господь говорит, я хочу являться вам, я хочу, чтобы вы получали откровение, кто я есть. У меня есть переживание некое, честно, мое обеспокойство. Наше служение, оно транслируется в прямом эфире. И задумка этой трансляции была в том, что люди, которые больные, в возрасте, некоторые, кто отсутствуют в городе, они где-то работают, они в командировке, могли бы к нам присоединяться в прямом эфире. И слава Богу, у нас сегодня, людей, которые просматривают нас, смотрят нас, уже где-то 292 человека. Фактически, сколько здесь людей смотрят нас по всему миру. Но у меня есть опасение, что многие люди, используя наши технологии, наши общины, в себе как бы, знаете, вот зачем далеко ходить? Переместился из спальни в туалет, почистил зубы, из туалета на кухню, включил этот самый чайник, кофе заварил, чай, сел возле компьютера, где высвечивается прямая трансляция из нашей общины, сел и смотрю. Никто не слышит, что там я обсуждаю, рассуждаю, что они так поют, тихо, громко кричат. Есть какие-то переписки? Ничего не слышно. Чтобы вы понимали, мы хотим, чтобы вы пришли, все это услышали. Услышьте меня внимательно. Есть некое такое состояние, что иногда технологии приводят человека в состояние лени. Честно скажу, интернет, он холодная вещь. Это абсолютно холодная вещь. Даже если положишь руку на монитор, это самое, пережить сильно там, это самое, молитву другого человека, невозможно. Собрание для того, чтобы мы, видя друг друга, могли помолиться друг за друга, ободрить друг друга, сказать назидательные слова, сказать, не переживай, мы здесь вместе, мы пройдем этот путь. Собрание для того, чтобы Бог являлся. И дуэльно мы можем переживать Бога. Я согласен с этим. Я много раз это было в местах, когда я нуждался в Боге, Бог являлся в себе. Но вопрос сегодня, я больше чувствую, у меня переживание, когда мы все вместе. Когда я могу подойти, поздороваться с людьми, узнать, как их зовут, какие ситуации есть. Мы можем помолить друг за друга. Мы переживаем друг друга, и молитва друг за другом является силой. Существует величайшая ошибка у людей, когда они думают, что они идут в общину послушать рэбе, послушать проповедника. Мы приходим в общину, чтобы послушать Спасителя, Господа нашего и Бога нашего, который хочет говорить к нам, в собрании, вот между нами, в собрании святых. Он хочет открыть себя нам, и в этом откровении, насколько Он велик, насколько Он велик. Все происходит в Его присутствии. Абсолютно все. Псалом 21 говорит. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимся Его. Я прославлю тебя в собрании великом среди народа многочисленного. Восхвалю тебя. Обеты я буду говорить перед людьми. Замечали так часто, когда ты говоришь с кем-то по телефону, говорит, а я обещаю, я тебе приду. А потом скажешь, так ты неправильно меня понял. А когда лицом к лицу говорит, посмотри мне в глаза, попробуй тебе соврать, что такого не было. Есть моменты, когда мы обещания свои даем в собрании. Подумайте о такой вещи, если служение, собрание, посещение общины не такая большая проблема для Бога. То есть иметься в виду, что Он не так сильно к этому имеет сердце. Если это не самое главное для Него, что вы приходите на собрание, почему такая борьба сатаны идет за посещение? Вдруг в день, когда нужно прийти на собрание, на молитву, либо на посещение, либо на общее собрание, весь ад приходит в движение в какой-то момент. То, что-то там горит, то, какие-то звонки, то, какая ситуация в бизнесе. Туда позвонил и пригрузился, и ты думаешь, зачем это надо? Надо быстро, срочно решать эти вопросы. Почему в другие дни нормально это все происходит, но в этот момент, когда ты должен идти на встречу с Богом, вдруг весь ад приходит в движение. На пути в собрание, ты еще там не залез в маршрутку с детьми, дошел в какой-то момент, отшлепал их, послалил со своей женой или мужем, приходишь в собрание, ты хочешь, чтобы еще послал Бога. Как это возможно? Если собрание – это не такое важное дело, почему так сильно враг душ наших старается нас удержать от него? Вопрос задайте себе такой. Хочется. А потому что произошло, думаю, да ладно, включи себе интернет. Клинк. Мы к интернету придем еще в следующую субботу. На самом деле, когда мы видим великого Бога, мы понимаем, что все эти проблемы, которые у нас есть, они поглощаются тем великим Богом, который превыше всех проблем. Второе – то, что мы можем видеть в присутствии Бога, насколько мы малы. Исайя, говорит, и сказал, «Я», в этом пятый стих, «Ой-вей!» На Евгении написано «Ой-вей», чтобы вы понимали. Горе мне! «Ой-вей!» «Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». «Мои видели царя Господа». Заметьте, царя Господа. Можно смотреть на эту ситуацию таким образом, что Бог велик, а мы малы. Но какая-то состояние такое, ну что, якобы, букашка какая-то, что ли? Не совсем. В величии Божьем все наши проблемы все наши переживания, всю нашу борьбу, которую мы ведем в этой жизни, вдруг в этот момент кажутся так же малы, как и мы сами. Есть ли что невозможное для Бога? Когда мы получаем это откровение? Когда мы понимаем, что Он велик, а мы малы. А иначе это просто слова, которые многие люди цитируют, но не имеют жизни, они не переживают это. Потому что у них нет откровения, насколько Бог велик. Мы просто понимаем, ох, кто против нас, если с нами Бог? Но мы должны пережить это. Вот это состояние, мы должны переживать. Эти проблемы становятся не проблемами, когда мы входим в Его присутствие. Как много из вас это понимают или переживали, как мы на собрании, мы пришли с такой ношей, с такими трудностями, с такими чувствами, что невозможно уже дальше идти, невозможно жить. Проблемы, эти ситуации, кредиты, души, это уже совсем плохо. А вдруг какой-то момент на собрании ты понимаешь, насколько велик Бог, и эти проблемы твои, ты думаешь, подожди, почему я под таким состоянием, таким вот состоянием давления и переживания, если у меня есть тот, кто может в одно мгновение всю мою жизнь изменить. И ты уходишь ободренным, потому что ты понимаешь, что у тебя есть Бог, который превыше с этой ситуацией. Это происходит в Его присутствии. Вот еще как можно смотреть в свое ничтожество, то есть в свою малость такую, в Его величии. видели это величие, видели Серафимы. Если мы посмотрим, что здесь написано, Серафимы летали и кричали «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Они говорили о величии, святости, могуществе. Другими словами, мы смотрим на свое малость, свое как бы ничтожество свое через Его святость. И слово здесь «свят, свят, свят, свят» трижды написано. Заметили, да? Теологи большинством в своем согласии, они согласны с тем, что одного слова «свят» в данной ситуации рассказать и раскрыть величие и могущество Бога невозможно. Что именно нужно было трижды говорить, чтобы сказать, насколько Он велик и свят. Потому что мы знаем, что Бог есть любовь, да? Но почему-то нигде не написано «Бог есть любовь, любовь, любовь». Правда или нет? Мы знаем, что Бог праведен, но нигде не повторяется «Бог праведен, праведен, праведен». Но когда говорить о святости, оно раскрывает. Вот недостаточно один раз сказать «Бог свят», «А Он свят, свят, свят». Знаете, умножить это в трижды. И то ты не расскажешь, насколько Он великий свят. Услышьте этот момент. Это непростая фраза здесь. Библия говорит о том, что Бог свят и Его святость, она велика. Святой означает отделенный. Отделенный от любой нечистоты, неправды, беззакония. Бог отделил себя в понянии непорочности. Этот момент видит Исаия. Другими словами, когда Он видит Его великим, Он вдруг говорит «А, а я ничто, я никто». Когда присутствие Божие здесь, мы входим, видим Его величие, и мы говорим сами себе, что мы никто и ничто. Он свят, а я не свят. Почему так Бог делает? Чтобы помочь нам. Друзья, вы слышите, это хорошее состояние, когда мы видим, что Бог свят, а мы нет. Нормально, это хорошо. Многие верующие, наоборот, хотят показать себя героями, великими людьми, «Бог свят, а я сын отца, я освящен, я тоже свят, я святой». Но здесь показывает приоп присутствии состояние, что я нуждаюсь в Боге. Он свят, а я нет. Для того, чтобы нам помочь, это хорошее состояние, когда мы чувствуем, что нам нужен Бог. во время прославления, в один момент, когда мы попели песню Пола Элберга, я почувствовал, как Бог начал показывать мне, что я, лично я, нуждаясь в Нем, потому что Он свят, и у Него только источники нашего освобождения, свободы. Свисая, перекликается Откровение, 4 глава, 8 стих. Каждое четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и они ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, свят, свят, свят Господь, Сидержитель, который был, есть и грядет. Свят, свят, свят. Я специально, сегодня хорошо, вот мы живем в дни таких электронных революций, инноваций, изменений, в интернете сразу можно было все найти. И я залез в свои записи, через свой iPad, посмотреть, какие еще есть слова, которые связаны с святостью в Писании. Я нашел вещи, которые говорят это связано со святостью. И вот смотрите, здесь слова такие, как имя его свято, завет его свят, народ его, это вы и я и весь народ, он свят, даяние, то ли десятины его, они святы, его храм, он свят, его земля свята, его сила свята, его дух святой, дела его святы, его слава, его обещания святы, то есть обеты, его ангелы, его пророки святые, и еще одно. В Новом Завете есть такое положение, приветствуйте друг друга, лапзанием каким? Я не говорю целоваться, нам будет свято теперь. Есть что-то особенное в отношениях между братьями и сестрами, когда мы приветствуем друг друга, и в этих отношениях Господь говорит, вот эти отношения, когда вы приветствуете друг друга, они что? Святы. Парадокс. Если мы понимаем, что Бог свят, Он отделил себя от нечестия, неправедности, беззакония, и мы понимаем, что многие из нас пришли сюда ну не совсем так уже и святыми. Парадокс, знаете, в чем? Псалом 21. Но ты святой живешь среди словословия Израиля. Ты живешь, но слово как будто он умер и живет, что он должен от вас жить, когда вы собираетесь вместе. Знаете, вот в еврейском переводе другое, а ты святой обитаешь, ты обитаешь посреди славословия Израиля. Хотя вот означает это отделенный, но на самом деле он святой живет среди или же обитает посреди Израиля, даже зная, что они пригрешают, они согрешили. Вопрос в чем? Как это может быть? А говорит он такие простые слова Висайи 53. Он возложил на него грехи всех наших. Другими словами, он хочет обитать, чтобы ты увидел, насколько он благ, увидел, кто ты и дать тебе что-то, после чего ты уйдешь с этого собрания и скажешь, как я рад, что я встретился с Богом. Как я рад, что я встретился с Богом. Вся святость и вся хвала. Многие из вас знают пастора Олана. Знаете, да? Когда мы были частью общины, остались частью общины там и, была одна история, которая очень интересная. Я ее повторю. У нас проходили собрания, вот такие вот присутствие такое было Божье, и словословие, хвала, флаги, люди танцевали, кто-то там лежал на полу, смеялся. В это время приехала к нам мама моя, и когда приехала на собрание, она потом так сильно удивилась, стояла на балконе, и после этого она говорит, дети, мне прискорбно сказать, но вы в заблуждении, я ничего не могу сделать, это не от Бога. И она примерно вот так напряглась сильно, знаете, шумы так вот, так у нас вообще не там все так весело, все так живо, кто-то смеется, кто-то там лежит на полу, кто-то там плачет и так далее. И вот приходит один, где она с нами не разговаривает, второй, третий не разговаривает, как мама, знаете, есть прискорбность, что мы как-то так в заблуждении находимся. Приходит четверг, она утром просыпается и говорит, ты мне скажи, пожалуйста, что такое come before me? Ну, как бы по-английски, я ничего не понимаю, вот во сне было такое слово ко мне, я говорю, мама, это сказано, предстань предо мной, она говорит, на собрание едем. Мы на собрание в воскресенье, она опять стоит на балконе, она говорит, только так, я пойду, чтобы помолились за меня пастор Олен, только так, будь рядом, чтобы ко мне никто не прикасался. Я говорю, хорошо, хорошо, хорошо. Мы идем тогда вниз, пастор Олен еще не успел ничего сделать, только поднял руку свою, и там рядышком еще Джан Дан стоял. Мама такая, и вдруг она начинает смеяться, я говорю, мама, что с тобой? Она говорит, это не передать, и продолжает смеяться, она говорит, я не знаю, как это объяснить, но как будто всю горечь, все переживания моей истории, тягости, вдруг вот это, знаете, давление и вот скорбей, как будто кто-то из меня оттуда вытаскивает, и приходит радость, мы ее потом через три часа только смогли вынести. и завести домой. Она потом еще чуть ли не целую неделю смеялась, но она говорит, я не смогу это передать людям, что с вами происходило, но это не самая ситуация. Ситуация такая, вот в таком собрании, у нас собрание проходило три, четыре, пять часов, и вот на одно собрание пригласили одну девушку, которая во время поклонения, хвалы поклонения, она реально понимает, что она грешница, выходит вперед и кается, и, как бы сказать, когда пригласили вот на покаяние, говорит, выйдите, пожалуйста, кто может у нас в гостях, или случайно вы зашли, вы переживаете Господа, выходите вперед. Она вышла, за нее помолились, а она как раз вот сожительствовала с человеком, который в рок-команде, гитаристом был, приходит домой и собирает свои вещи. Она говорит, ты куда? Она говорит, ко мне Бог прикоснулся, и то, что мы делаем, живем в гражданском браке, это грех. Он говорит, кто тебе научил? Он говорит, я все поняла. Она собирает вещи, он говорит, ты куда? Она говорит, ты что не понял? И я имела встречу с Богом, вот так как мы живем, это грех, я сваливаю от тебя. Он перепуган, говорит, а где ты была? Он говорит, я была в церкви, и вот я тоже хотя бы пойду. Тут типа ты, тут как это, раз это самое, раз никто ее не учил, чтобы сожительствовать вне закона, то есть имеется, вне росписи, это грех, то есть что-то с ней случилось, я хочу такую жизнь тоже изменить, я хочу туда, куда и ты. Она сразу ему говорит, ты знаешь, мы идем в церковь, когда там скажут, если есть гости, если кто-то пришел встретиться с Господом, ты идешь, понял? Он говорит, понятно. Он говорит, начинается хвала и поклонение, вот такой движняк начинается. Он говорит, я стою, мне становится плохо, меня мутит, я вот сейчас все, что у меня есть, оставлю на спине впереди стоящего человека и говорю ей, я выхожу, мне плохо. Она такая, раз меня за руку, говорит, это бесы, не сдавайся. Он говорит, этот мужчина говорит, наверное, это точно были бесы, потому что помогло, сразу стало легче. Говорит, все так вот, прошло поклонение, все остальное, всех присели, все на стулья, пастор Олан выходит поприветствовать людей, ну, как сказать, кто там в гостях, кто добро пожаловать, в церковь Шадигрова и так далее. И когда он произносит слово, добро пожаловать, если вы в гостях, этот мужик вскакивает, у него же команда же есть, как только скажут, гости, идти нужно, прибегает вперед, а пастор говорит, да, я вас слушаю, он говорит, я гость. Он говорит, хорошо. И говорит дальше, а тот стоит. Он говорит, может, чем-то помочь? Он говорит, я гость, и мне нужно спасение. Пастор Олан, конечно, понял, что происходит, позволил пасторам дальше продолжить, сам пошел и служил тому человеку. Это молодые люди, потом они женились, они в церкви уже очень давно. но и вопрос, знаете, вот присутствие Божие меняет человека. Получила она исцеление. Что она получила? Пришло откровение, насколько великий Бог, насколько ничтожный я. И знаете, что? Третье. Третье то, что Бог благ. Мы часто хотим Бога благого. Мы приходим, как Бог хороший, великий, такой классный, но потом говорим, вот этого Бога хочу себе, как, знаете, вот многих людей есть, я видел, там продаются, там Будда такой толстый, есть эти самые, вот такого теперь хочу, чтобы у меня были блага. Вот эти блага хочу, потому что хочу такого Бога. Он же великий, мы сказали, Он всемогущий, Он поражает царей, Он поднимает, Он благословляет, вот хочу такого Бога. Невозможно иметь блага не пройти через номер два, через понятие, что ты никто, что ты нуждается в Боге, Его исцелении и изменении, что ты грешный человек. И состояние, что ты чувствуешь, что ты грешный, это не плохое состояние, это нормально, это хорошо, потому что, когда Бог скрывает тебя, а мы согрешаем, друзья, давайте будем откровенны, мы согрешаем. И если ты не понимаешь, что тебе нужен Бог для того, чтобы тебя очистить, то третий пункт, он весьма сложный, сложный, тогда прилетел ко мне один из Серафимов, в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззакония твои удалены от тебя, и грех твой очищен. Что происходит в присутствии Бога? Я не могу вам передать это. Но если я ухожу домой с чувством, что я сын отца, что он очистил мои прегрешения, что я встречу имел с ним, честно скажу, я счастливый человек. Ищите прежде Царство Божие, Его присутствие, Его святости. Он откроет это, все вскроет тебе. Когда Он это сделает, Он очистит тебя, то все остальное, оно приложится. Благо не в том, что мы имеем в кармане, или что у нас есть какой-то достаток, нашитый нами, а состояние, что наш грех очищен. Знаете, есть люди, с которыми мне не то, что на этой улице ходить не хочется, разговаривать не хочется, встречаться с ними не хочется, с верующими, которые не могут раскаяться. Вопрос, у Бога нету проблемы с грехом. Услышите, у Бога нету проблемы с грехом. Вы скажите, подождите, Он как бы так грешников не слышит. У Него есть проблема с нераскаянным грехом. Раскаянный грех наш, как Исайя говорит, горе мне. Он берет и говорит, я тебя очищаю. А нераскаянный грех ведет к проблемам, которые мы называем огрубело их сердце. Они приспывают в своем беззаконии, в своем нечестии. Многих люди говорят, вот присутствие Бога, там ноги растут, избавляются от болезни, и все, а для меня, честно, я бы хотел уходить каждый раз, когда я понимаю, что мой Бог, Он протянул свою руку, я примирился с Ним. Я, да, я. Библия говорит нам четко о том, что мы все согрешаем. Все согрешаем. Нет праведника, нет ни одного. И по этой причине Он это собирает, чтобы открыть себя, насколько Он велик. И в этом величии мы понимаем, насколько мы ничтожны. Мы говорим о том, что нас беспокоит, и беспокоит чаще всего наше прегрешение, наш язык, наше мышление, наше переживание, наш негатив. Когда мы открываем, Он говорит, у меня для тебя есть нечто, у меня есть благо для тебя. Самое большое благо – это мое прощение. Я хочу тебя очистить. И когда ты уходишь с этого места прощенным, тогда я могу сказать, вы были в его присутствии. Вы были. Чудеса творят и бесы, и волхвы, которые были в Египте. Не забывайте это. Что мы не можем сделать, лично мы не можем сделать, никто из нас не может сделать прощение грехов. Никто из нас не может себя очистить. Мы не можем это сделать. А если сможем, то, наверное, напрасно написание говорит о других вещах. Как сильно Бог очищает. Псалом 102. Ибо как высоко небо над землею, один из стих, так велика милость Господа к боящимся Его. Абстракт приходит, когда ты в Его присутствии. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. грех твой очищен. Когда я иду в собрание, я иду на встречу с Богом. Там действительно будут псалмы, дети, слово, Тора. Там все это будет. Но когда я иду на собрание, я иду встречаться с моим Богом. Говоря о жертвеннике и жертве и искуплении, Левитов 17,11 говорит, потому что душа тело в крови, и я назначил ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия очищает душу. Без пролития крови нет прощения грехов. Поэтому при встрече нашей осознании, насколько Бог велик, общаясь друг с другом, молять друг за друга, мы получаем прощение. Есть история одна, я ее послушал, и интересная история одного уборщика, тот, кто чистит ковры. Этот человек, у него есть своя компания, он набирал людей, ну, как бы сказать, на работу. Он взял одну группу людей и поставил на объект. видит, что рабочий собирает весь инструмент как законченную работу. Он говорит, подожди, секунду, уже все, абсолютно все. По своей специфике, как начальник, он пошел по комнатам и в коридоре он увидел несколько грязных пятен. подозвал и говорит, посмотри мне в глаза. Тот смотрит, а теперь посмотри на кончик моих ног здесь, на ступне. А вот что там? Тот так помялся, помялся и говорит, это грязь. Он говорит, хорошо, теперь можно с тобой работать. Он говорит, я не понял, ты знаешь, сколько человек у меня было на работе, когда, ну это всех привычка пропускать пятна, быстро сделать свою работу. И когда я говорил, что ты видишь, он говорит, ничего, все нормально. А ты же увидел, ты увидел грязь, вытаскивай весь инструмент и мы вместе все это уберем. Знаешь, почему? Он говорит, почему? Потому что нам за это уже заплатили. а люди, когда заплатили, ожидают, что будет чисто. И если ты осознаешь, что это грязно, вытаскиваешь все, мы вместе с тобой поработаем. Когда я слышал эту историю, она, знаете, мне понравилась, как любому поповеднику, это же классно, такие истории, раз записать, записать, записать. Скажи, почему? Много раз было такое на собрании, когда хвала поклонения, осознаешь Бога, осознаешь, насколько ты несправедлив или неправ перед Ним, свое уничтожество. И в этот момент Бог говорит, а что это у тебя в жизни? Что-то происходит. И знаете, когда я борюсь с этим, я говорю, так ничего, это просто так и незаметно, это никому не нужно. Ох, это плохо. Но каждый раз, когда я говорю, Господи, это грех, он говорит, хорошо, потому что я могу теперь поработать с тобой. Пост, молитва, чтение, уединение, общение с людьми. Вытаскивай их обратно. Я хочу поработать с тобой над этими грехами твоей жизни. Зачем? Чтобы ты был успешный в своей жизни. Хочу сегодня призвать вас именно к этой простой молитве. молитвы, поклонение в его присутствии. Я еще раз хочу сказать, для меня хочется, очень хочется не просто его присутствия, когда он пришел к своему народу, побыл здесь, как будто ушел. Мне хочется, чтобы он обитал посреди нас. И когда будут приходить неверующие люди, они будут обличаемы Духом Святым. Не нашим пальцем, а Духом Святым. Переживание его присутствия. Когда девчонка, которая пережила, она поняла все, ей нужно изменение из жизни. Я верю, это происходит только в его присутствии. Я надеюсь, я вам смог открыть чуть-чуть то, к чему многие люди стремятся, хотят попасть в его присутствие. Я не хочу, чтобы мы попадали. Я хочу, чтобы мы находились. Потому что можно один раз попасть и потом, знаете, всю жизнь страдать. Хочу, чтобы мы находились в нем. Его присутствие. Неписуемое чувство. жизни меняются. Обстоятельства меняются. То, что скажется тяжелым, становится легким. То, что невыносимо, ужасным. Ты понимаешь, что это очищено кровью и шуа Мессии. У него нет проблемы с вашим грехом. Если мы сможем сказать ему, я никто. Я нуждаюсь в тебе. Я грешный. Да, даже если я, будучи верующим, уже 300 раз прошел водное погружение, я все равно нуждаюсь. Это мой грех. Приди. Исайя увидел это. И я молюсь, чтобы наши глаза были открыты каждый раз, когда мы собираемся. Друзья, чтобы слышали, о чем я говорю. Мы никогда не опаздываем на работу. Опытаемся не опаздывать на работу. Но по какой-то причине. мы допускаем в себе возможность опоздать на собрание. На наше собрание. Мы удивляемся, что нам так трудно зайти туда, войти в присутствие и так далее. Потому что мы ожидаем, что Он придет. А Он говорит, я обитаю среди словословия народа своего. И если мы поймем это, осознаем, я скажу честно, за 20 минут до собрания будет этот зал переполнен. Если мы осознаем, что мы приходим к Богу. Не на пастора послушать, не на тору послушать, даже не то, что они играют, а мы идем к Богу. Я сдаюсь Бог. Я сдаюсь Бог. Как хорошо с тобой Господь как хочется уйти из этого дома. Знать, что я сын или дочь очищен кровью Твоей. Все мои грехи они взяты на крест. Для тех, кто первый раз здесь на собрании, а может быть уже десятый раз, и вы внутри понимаете, что такую жизнь, которую вы живете, жить уже просто просто нет смысла. Что завтра все может просто измениться в мгновение ока. Стоять перед тем, чей трон превознесенный Херувимы, Серафимы, кричащий свят, свят Господь, края резы выпускающихся в храме, стоять перед Ним, опустив голову без шанса на помилование. Это может быть завтра, а сегодня у нас есть возможность увидеть Его, Его милость к нам, что бы это ни было. Писание говорит, признавайтесь друг перед другом, чтобы исцелиться. Исповедуйтесь друг перед другом, исповедание уст твоих ты будешь оправдан или осужден. мы сегодня можем еще много мест писания приводить о том, что Бог ищет с нами общения для того, помочь нам, помочь нам быть свободными, помочь нам жить свободной жизнью и собирать нас, как отец детей своих, для того, чтобы явить себя, сказать, как Он нас любит, как Он нас благословляет, снарядить нас мыслью, что мы есть дети. И я хочу, чтобы все мы уходили из этого здания детьми очищены и освобождены. Если вы никогда не примирялись с Богом, у вас есть возможность примириться. Если вы чувствуете, что вам нужна молитва, я вам предлагаю сегодня не стесняться. Можно выйти сюда. Это время поклонения. Время, когда у нас есть встреча с Богом. И передать Ему все, что нас беспокоит. И опять встаю пред Тобой мой Бог, Тебе все отдам. Тебе все отдам. к Тебе сейчас Бог, приближай меня, отчаянно я жажду Тебя. Я сдаюсь Бог, я сдаюсь Бог, приглашаю вас сюда, чтобы поздрав Тебя, все больше знать Тебя, Я сдаюсь Бог, я сдаюсь Бог, чтобы познать Тебя, еще больше знать Тебя. Хочу обратиться к тем, кто смотрит нас по интернету. Если вы понимаете, о чем я сказал, вы хотите изменить свою жизнь и понять, насколько Бог велик. Он не велик только в чудесах, знамениях. Самое великое, что Он мог сделать для Тебя и для меня. Смириться в стать рабом, лечь на крест, взять мои грехи. И сегодня тот же Мессия, ходатайствующий за нас, предлагает нам жизнь, свободы, умиления и благословения. Он хочет являть Себя среди своего народа благословлять нас и дать нам благо. Благо праведных ист. Богатство неправедных должно перейти позицию для праведных. мы должны получать праведность. Получать ее. Получать ее. Он не может неправедному и дать неправедному, даже если называться христианином, он может дать неправедное тому, кто достоин праведным. Праведным. Ави прости нас. Прости нас. Чтобы Господь наша жизнь обновилась и чувство Господь чистоты, праведности, дерзновения пред Тобою. Тогда мы имеем дерзновение просить у Тебя. Мы получаем, потому что мы прощены, потому что можно спокойно поднять свои руки. Когда Господь Ямал, я ничтожен, Великий. Ты говоришь, грехи Твои прощаются Тебе. Сегодня для тех, кто первый раз принимает изшего своего личного спасителя, небеса радуются о вашем решении. И у Бога есть план, чтобы вы были успешны в своей жизни. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok